Мы с вами выходим на финишную прямую гонки под названием «Битва за урожай» и сегодня обсуждаем план работы на винограднике на август месяц. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Первое – профилактические обработки и борьба с грибковыми заболеваниями. Смотрите, с одной стороны, обработки либо мы должны были уже завершить, либо вот-вот-вот, буквально в течение нескольких дней. Почему? Потому что скоро у нас уже будет готов урожай, и я так и предполагаю, что у нас первую ягоду где-то недельки через две мы уже будем пробовать. Но в более южных регионах, в принципе, уже ранние сорта, кто-то употребляет, они уже готовы. То есть мы уже должны были все завершить. Но с другой стороны, опять же, особенность этого сезона, и здесь я уже буду говорить о нашем регионе, как раз-таки в том, что сейчас у нас очень активно начнет болеть виноград. У многих он уже активно болеет, даже несмотря на профилактические обработки. Вот сейчас у нас два дня шли дожди, сегодня пасмурно, может еще что-то будет, может нет, но жарко, тепло, и сейчас пыхнет мильдив. Оно уже где-то проявляется, но пока что не сильно. С жесткими системными препаратами мы уже работать не можем. Что нам делать? Смотрите. Вот эта основная листва у нас, она защищена. Тут уже грубый лист, он получал как раз-таки все профилактические обработки, поэтому он защищен. Что у нас будет болеть? У нас будет болеть верхний прирост молодой и пасынки. Соответственно, вот сейчас очень будет хороша чеканка, все верхи поубирать молодое, да, или, ну, если не все, то хотя бы так, чтобы там не было загущения. Вот как раз-таки, смотрите, пример, да, здесь у нас густовато, и даже вот та вот просвечивается немножко мильдив. Моя задача, во-первых, убрать весь больной лист, так, ну, и провести здесь немножечко такое прореживание, чтобы там все хорошо проветривалось. Ну, молодой вот этот прирост, он можно и нужно убрать. Тем более, что сейчас активно начинает краситься ягода, и в этот период активно рост зеленой массы приостанавливается. При этом еще хорошо бы, да, верха пройтись чем-нибудь. Чем? Тромофильным чаем можно пройтись, либо пройтись медными препаратами. Да, у медных препаратов как бы сроки большие до сбора урожая, но медный препарат – это препарат контакта. Куда мы его положили, там он и останется. Это верх, ягода у нас внизу на ягоду, он никоим образом не попадет, а мы немножко избавим себя от проблем. Похожая ситуация может быть и с аидиумом. До недавнего времени нам аидиум мог быть опасен на ягоде, но тоже, как только ягода начинает краситься, уже для нее аидиум никакой опасности не представляет, уже он на эту ягоду внутрь проникнуть не может. И, соответственно, если вдруг мы видим аидиум на лазе, на листьях, опять же, вот эта вот масса у нас, по идее, должна быть защищена, но где-то наверху, например, вот на этом уровне, мы, если видим, что на лазе аидиум пошел, мы тоже можем защитить наши лозы, потому что наша задача, чтобы они были крепкие и здоровые. По листу, если пошел сверху, все то же самое. Мы обрабатываем, на чем мы можем обрабатывать? Это, например, препаратами серы. Любой коллоидное, ПФК, Лерас, Теавит, Джет. Опять же, мы обрабатываем не ягоду, а верха. И смотрите, вообще препараты серы – это 4 дня до сбора урожая. Кто-то мне в прошлый раз пытался говорить, что где-то там какой-то диванный эксперт проводил какие-то расследования. Я доверяю инструкциям. С одной стороны, с другой стороны. Опять же, смотрите, от начала окрашивания до сбора урожая у нас недели-две минимум. Да, и уже в таком состоянии нам ягоду обрабатывать нет смысла. Если она еще совсем зеленая, и вы нашли на ней аидиум, вот тогда можно и по ягоде препаратами серы пройтись, но повторяю еще раз, что до созревания там еще будет очень далеко с одной стороны, да, а с другой, опять же, мы доверяем кому? Мы доверяем экспертам и тем, кто пишет инструкции. И кроме того, препараты серы внутрь в ягоду не проникают, а помыть ягоду, когда мы ее кушаем, нет никакой сложности. Тем не менее, возвращаясь к первоначальной мысли, когда ягода окрашена, там уже не страшно. Если видим, что у нас какие-то проблемы с верхами, мы с верхами и работаем. Также начинаем думать о вызревании лозы, но у нас в этом сезоне, на этом участке и думать нечего. Смотрите, 30 июля у нас уже пошли очень активно процессы вызревания. И такое на самом деле на очень многих кустах. Вот там лозы кристалла, это у нас прямо Украины, где ног висит. Тут же видим, то есть процессы вызревания лозы в этом сезоне прям шикарные. И нам вообще ничего делать не нужно. Но это нам у вас может быть по-другому. Значит, если у вас лоза еще совсем зеленая, но опять же вы ориентируетесь на ваш регион. Если у вас регион теплый южный, вы знаете, что у вас еще там осень, до ноября, да, то сейчас вообще нет никакого смысла волноваться о вызревании лозы. Если, конечно, регион северный, в принципе, даже в той же Беларуси, мы видим, что совсем зеленая лоза, да, то есть смысл немножко подумать о ее вызревании. Пришла тут помощница ко мне. И немножко помочь. Как помочь? Сульфат калия, либо монофосфат калия. Конечно, наиболее эффективно работать с этими удобрениями под корень. В принципе, сейчас после дождей, вот самое время их внести. Да, но если не получается, не хотим, там, еще какие-то есть вопросы, можно работать по листу, начиная с дозировки 40 грамм на 10 литров, и потом либо каждую там неделю 10 дней мы работаем такой же дозировкой, либо увеличим каждый раз на 10 грамм до того момента, пока мы не увидим, что все, процессы пошли, и как бы дальше помогать не надо. Сразу еще про монофосфат. Существует мнение, что он помогает и защищает вот этих самых грибковых заболеваний. На самом деле эффект его, ну, он, конечно, есть, но он минимальный. И в прошлом году тоже мне попался ролик, когда человек там огромной концентрацией залил, спалил пол виноградника и говорит, ну, зато я же победил болезнь, ну, так зато ты спалил лист. Ну, смысл. То есть для борьбы с болезнью есть другие вещества, которые являются более эффективными. Монофосфат – это так, ну, его эффект достаточно маленький, при этом концентрация нужна большая. Конечно, виноградник ваш решать вам, но я бы не советовала так делать. Следующая работа, которая нас ждет, это удаление листьев в зоне грозди. Недавно я вам говорила, что не надо спешить это делать. У нас стояла жаркая, сухая погода. Тем более я говорила, что именно в момент начала окрашивания виноградная ягода наиболее подвержена солнечным ожогам. И даже вот покажу вам на пинануаре, то есть здесь ничего не удалялось, вообще ничего не убиралось, все как было, так было, да. И вот что мы имеем. Мы имеем солнечный ожог. То есть иногда даже и притенять надо. Сейчас, конечно, у нас пасмурно, но обещают с завтрашнего дня включить солнышко. Будет, конечно, не так жарко, но мы пока что не спешим удалять лист. Вот здесь, я думаю, что где-то через недельку, если будет не очень жарко, то вот на этом кусте можно будет где-то через недельку его убрать немножечко, потому что здесь густо, ну а если не сильно густо, ну как, например, здесь, да, вот на пинануаре, так что здесь убирать? Тут и убирать, в общем-то, особо нечего. С другой стороны, если густо, особенно если мокро, влажно, да, то, чтобы вот было хорошее проветривание, чтобы там не скапливались гнили, это можно и нужно сделать. Следующая работа, она касается исключительно технических сортов винограда. Мы можем, если на то есть необходимость, провести зеленый сбор. Что это такое? У нас грозди зреют неравномерно, ягода зреет неравномерно, и когда вот идет интенсивное окрашивание, мы четко можем видеть, какие грозди у нас хорошо окрашиваются, какие отстают. И вот эти самые зеленые грозди мы можем убрать. Еще такой нюанс, смотрите, вот опять же, стою рядом с пинануаром, там у нас основной урожай, здесь у нас урожай посынковый. Мы его оставляли, чтобы нагрузить куст, потому что пинануар вроде как слаборослый, да, ну вот посмотрите, какой наш пинануар. Там он прочеканен, там он и вот такие большие лозы. Соответственно, нам надо было его нагрузить, мы посынковый урожай. Оставляли, сейчас мы его удалим, потому что вот пошло начало окрашивания, это называется виризон, и в период виризона очень многие процессы, в том числе и ростовые, останавливаются. Но вообще про зеленый сбор мы с вами еще поговорим более подробно в отдельном ролике. Здесь мы упоминаем, что такая работа у нас может быть, если мы выращиваем технические сорта и хотим вырастить хороший урожай на хорошее вина. Ну и еще пару слов можно сказать про полив. Смотрите, нам как бы сейчас он не нужен, потому что прошли такие хорошие дождики и хорошо все промочили. Но опять же, некоторые сорта мы будем пробовать уже через две недели, кто-то у нас созреет через месяц и больше. И, конечно, самое лучшее время для полива это период налива ягоды. Ну, у кого-то может получаться, у кого-то может не получаться. Да, не всегда у нас есть время, не всегда у нас есть возможности заниматься поливом. Так вот, для профилактики треска нам надо поливы проводить. В идеале, конечно, тогда, когда ягода наливалась. Но не поздно и сейчас. Ну, сейчас у нас, например, пошел дождь, но если через две недели станет такая сильно жаркая, сухая погода, тем более еще не все сорта начали интенсивно краситься. Кто-то еще зелененький, то тогда мы займемся аккуратненьким поливом. Много не надо. Наша задача поддерживать влажность примерно на одном этапе жора. Примерно. То есть там уже мы поливаем как бы часто, да, и понемножку. Сказать вам вот прям конкретно, да, сколько лить, ну, это сложно, потому что разные почвы, там разные возможности, и как бы разная система полива, да, на втором участке у нас трубы для полива, для подкормки. То есть, условно, туда, например, раз в пару дней мы льем ведро-2, да, поддерживаем эту влажность. Здесь у нас труб для полива нету, да, здесь участок большой, сделать это было невозможно. Соответственно, ну, здесь какие ведро-2, если я их вылью подкус, то, ну, эффекта это никакого не даст. То есть надо будет прокладывать шланг где-то чуть-чуть в стороне от куста, потому что всасывающие корни, которые берут воду, они находятся не под кустом, а вот примерно где я стою. Соответственно, потихонечку вот это вот пространство поливать, увлажнять, но если, например, вот до этого момента мы могли положить шланг на условный час, да, чтобы хорошо вода растеклась, то уже так интенсивно после окрашивания мы поливать не будем. Будем поливать меньше. Но опять же вы смотрите, надо вам это, не надо, да, может у вас всегда стоит хороший сухой август, хороший сухой сентябрь, в принципе, вам это не грозит. У нас проблема с треском есть, ну, может не каждый год, но достаточно часто, как раз таки потому, что сначала стоит жаркая, сухая погода, потом начинают идти обильные дожди, и ягода просто не исправляется, ерзет, вплоть до того, что не просто трещинка может вот так вот выворачивать. С одной стороны, это сортовая особенность, с другой стороны, это... В том числе и наша агротехника. Ну, пару слов еще о треске, раз уже мы его коснулись, у кого-то, в том числе и в нашем регионе, ягода может трещать сейчас, вот после этих обильных дождей. Почему это была аидиумная ягода? Аидиум как бы делает кожицу не эластичной, влаги поступило много, вот такая ягода трещит. Правильно и хорошо будут ее убрать, потому что она в дальнейшем может загнивать, может, конечно, не загнить, но может загнить и, соответственно, создать очаг инфекции. Вам оно надо, вам оно не надо. Поэтому лучше такие ягодки с виноградника удались. Ну, поскольку у нас виноградник не только в столовой, но и технически, последний, скажем так, вид работ для виноделов. Готовимся к сезону, изучаем технологии, смотрим, хватает ли у нас оборудования, хватает ли у нас тары, подсчитываем, сколько у нас затворов, намываем бутыли. Ну, я думаю, что к концу месяца, наверное, мы уже начнем ставить первое вино. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Мы его обновим к концу августа. И наши контакты. И до новых встреч!